Всем привет! Меня зовут Веруша и в этом видео я буду говорить про отношения с девушкой или женщиной не из России, а в сторону Азии. Индонезийкой, Тайкой, Филиппинкой. И мне пишут комментарии, не сказать, что их супер много, но есть комментарии, когда мужчины делятся своими историями, даже не только отношения, но и брака. И сейчас русские мужчины не выбирают русских женщин по причине того, что у них очень много требований. И я, когда готовилась к видео, я читала, например, Индонезийскую женщину, и мне стало печально. Печально от чего? Я читала, например, «Покорная будет смотреть влюбленными глазами», «Там уровень жизни ниже, поэтому она не избалованная». Ну и там она семьей будет заниматься, да, ребенком. И мне стало печально от того, что вообще-то это свойственно было раньше русским женщинам. Но вот эта вот эмансипированность, она привела к тому, что либо женщины, да, очень требовательные к мужчинам, либо сейчас карьеру, да, на первом плане, а семья уже на более поздний срок отодвигается. И в этом видео я косвенно пройдусь по этой теме, вот не буду прям по полочкам разбирать, что плюсы там. Я скажу там быстренько, да, плюсов и минусов, но мне больше хотелось бы в этом видео такой некий посыл сделать, да. Мне кто-то пишет, что мои видео там, ну, какие-то есть полезные. Вот если вы увидели на моем канале какое-то видео, вам оказалось, и вы посчитали его полезным, то, может быть, стоит поделиться с кем-то, и это прям плюсик кармы тоже вам будет, и я вам буду очень благодарна. Я хотела начать с того, что, вы знаете, вот хочу вернуться в пандемийное время, быстренько пробежаться по нему, и вот когда время, когда нас всех посадили дома, мы сидели, да, и очень много информации человек пропускал через себя, все друг с другом делились, было время подумать о таком, о глобальном, о том, что происходит, и я тогда помню свое ощущение, я помню, что я всегда была уверена в том, что я свободна. Я свободна в своих действиях, как и, впрочем, и другие люди. Но оказалось, что какая-то невидимая рука может всех посадить, весь мир практически, да, и я к чему это такое предисловие говорю? К тому, что вообще, как бы, вот белая раса, да, и она считается, что через сто лет останется там, может остаться два процента всего от мира, то есть вот размоется другими этносами, и это печально на самом деле, сейчас русские мужчины как раз смотрят в сторону уже даже, да, в сторону вот Филиппинок, да, Индонезии, Индонезии, как я сказала, потому что русские женщины с русскими женщинами не хотят выстроить отношения, и я, когда готовилась к этому видео, вообще, я хотела видео записать, как примирить оба пола, и я, конечно, понимаю, что здесь словами не поможешь, здесь полностью должно государство, не высшие какие-то силы, да, государство должно просто какие-то законы делать, и вообще, ну, какая-то работа точно должна происходить, если нет отношений, хотя, конечно, я все равно хожу по улице, да, я смотрю, меня радует, на детских площадках есть и детей много, и, кстати, в детские садики там забиты, да, не записаться, то есть как бы с одной стороны вроде все хорошо, но вот так вот где-то там послушаешь, посмотришь, почитаешь, понимаешь, что, наверное, все не очень хорошо, то есть оно как бы зародилось, и оно идет своим ходом, это как некая такая-то как судьба, да, говорят, вот если она есть, ты идешь, у тебя есть определенная дорога по жизни, и ты, как бы, у тебя есть право выбора, куда идти, там, ты можешь свернуть, ты можешь там притормозиться, да, ты можешь выбрать какой-то другой путь, но, тем не менее, ты потом все равно придешь к тому, что, как бы, якобы тебе там суждено, ну, я не знаю, если верить в это, что есть судьба, да, то есть здесь как бы то же самое, да, вот это как бы невидимая рука, она, как бы, всех нас направляет, да, а мы можем сопротивляться, и я как раз вот как бы за то, чтобы мы, наверное, сопротивлялись тому, что сейчас, я уже как-то говорила, да, это вот развращение молодежи, вот это вот полностью подмена понятий того, что отношения не нужны, или вот как раз, да, отношения уже мужчины опять же смотрят в сторону, там, Азии, да, куда-то в другое место, раньше же не зря, вот, например, национальности их сохраняли, сохраняли традиции, сейчас тоже что-то сохраняют, я, например, общалась с женщиной, которая два года работала просто на то, чтобы оплатить, я не помню, кто она была в национальности, она говорит, у нас так в традициях, что именно сторона, со стороны мальчика, у нее сын, со стороны мальчика мы полностью организуем свадьбу там, два дня, это не, не помню, больше даже, то есть она очень мало получала, и вот два года она копила, то есть я была в шоке абсолютно, она говорит, да, мы чтим традиции, вот так вот у нас, то есть, в общем-то, вот, это как бы было, да, в сознании, а сейчас у нас тоже кто-то не чтит традиции, вот это смешивание крови происходит, вот, когда я каталась к видео, я подумала о том, что вот, как это вообще, вот эта вот разница в менталитете, с одной стороны, мы все люди-то одинаковые, да, и отношения мы фактически строим, ну, практически одинаково, ведь если так задуматься, да, нас никто не учит, их в школе нас не учили, мы учили разные, предметы у нас были, нас никто не учил строить отношения, то есть это все как-то вот на более естественном уровне, так же, как и близость происходит, это вообще, как бы, только где-то в книжках можно прочитать, да, но в целом все это, как бы, в нас заложено, и это такое, конечно, у меня большое такое предисловие было к тому, что, ну, я на самом деле, для меня эта тема тоже, как бы, дети это наше будущее, и для меня тоже эта тема волнительная, то, что будет дальше, то, куда нас направляет, да, стоит задуматься, на самом деле, ведь мы тоже в праве выбора, и вот эта миграционная политика, которая происходит, она не зря, на самом деле, случайно, если она происходит, именно где большое количество белого населения, да, в общем, вот это размытие, оно потом может привести к печальным событиям, ну, казалось бы, сто лет, там, там, не доживем, да, ну, в общем, так вот. Ну, что ж, я перехожу уже к непосредственно своей теме, да, теме видео, значит, плюсы, ну, вот, да, вот, я сказал, да, уровень гораздо ниже, поэтому вообще там белый человек очень ценится, белый мужчина, вот я читала австралийцы, австралийцы часто тоже уже замучены этими эмансипированными своими женщинами на родине, переезжают туда, находят такую женщину, они очень женственные, там, индонезейки, да, филиппинки, очень женственные, то, что тоже сейчас, сейчас некоторым женщинам и в России тоже уже не хватает, вплоть до того, как они одеваются, да, там, уже женственность вообще всю свою не подчеркивает, а такое закрывает всякими там этими свободными одеждами, да, то есть индонезейки, филиппинки, они очень женственные, они покорные, но, то есть все вот это, да, характеристики, это все плюсы, можно где-то там читать или даже посмотреть истории, кто делится там из мужчин, но я больше хочу даже про минусы, да, сказать, как бы, не то, что про десяти речи, я ничего плохого вообще не имею, вообще даже не общалась и не знаю этих женщин, но просто касаемо менталитета, да, кстати, я не договорила, перескочила, я, например, знаю англичанина, который, все зависит от того, конечно, ну, как человек воспитывался и какой он культурой наполнен, потому что, вот я, например, знаю англичанина, который, он англичанин, но он много про Россию читал и любит очень Россию, и много жил в России, поэтому он уже такой российский англичанин, да, у него мышление, он мыслит по-российски, ну, как бы, мыслит так, как мы, да, а можно быть абсолютно, чувствовать себя с чужим человеком, при этом быть одной национальности, да, как русский с русским, например, да, но жить как вообще чужие люди. То есть здесь, конечно, все очень индивидуально, что касается менталитета, да, а по поводу минусов, значит, я читала истории, иностранец, англичанин, но все было хорошо, вот он описывает, кстати, не бедный вообще человек, вот, и это тоже сказка, что они прям вообще совершенно не думают о том, сколько там мужчина зарабатывает, им это не важно. Важно еще как? Минусы, во-первых, то, что, например, в Индонезийске женщины, у них очень много родственников, у них там семьи по 10, там 13 человек, и вы будете жениться не только на этой женщине, но еще и на родственниках, а потом еще может случиться так, что обязанности все перейдут к вам, содержать не только эту женщину с ребенком, если у вас будет общий ребенок, но и целую семью, да, вот. Потом религия разная, да, то есть тоже этот момент, но он такой, ну, не супер прям, скажем, можно договориться, да, но все-таки религия, это лишь такая весомая. И вот, значит, история я читала, англичанин, который, вот, я все перескакиваю, у меня куча мыслей, все было хорошо сначала, мягкая, пушистая была, вот, а потом изменила, отсудила у него какое-то там состояние, а там очень сложно иностранцу вообще недвижимость иметь, вот, поэтому фактически никаких прав, и на этом, собственно, он и, он на этом и напоролся, да, и в итоге этой женщине ребенок не нужен, но это такая частная история, не знаю, сколько таких историй, но, тем не менее, в общем, этот англичанин теперь воспитывает один свою дочку, вот, и туда-сюда вот так вот он ездит, да, поэтому, как бы, не все там так тоже красочно с этими женщинами, они воспринимают этих мужчин от того, что уровень ниже, да, и некоторые русские мужчины чувствуют себя королями там на высоте, даже если у них зарплаты не очень высокие, по тому уровню это все равно очень хорошо, это, кстати, можно тоже, когда я была в Таиланде в том году, я, в общем, ну, немало наблюдала русских ребят, которые прям за ручку с тайками идут, тайки, кстати, тоже надо сказать, что отличаются, вот, именно не в туристической зоне, когда там ты платишь деньги родителям, и там ты находишься, и она влюбленными глазами за деньги на тебя смотрит, а потом ты уехала, и она будет влюбленными глазами уже на другого смотреть, но именно момент того, что есть женщины, действительно, которые, скажем так, подходят для семьи, они растут по-другому, они совершенно другие, они скромные, они могут быть верные очень, то есть все положительные моменты могут сохраняться, но тоже есть моменты этого быта, как вы жить будете, да, если вы сюда перевезете, это одно, а если там, ну, я думаю, многие были в Таиланде, и можно посмотреть, как там обычные живут люди, да, то есть это еда, не борщики, не блинчики вам русские, тут, это макашницы, это все они тут выходят и кушают в макашницах, как в некоторых в азиатских странах, да, принято, то есть это, это очень специфически, вообще Азия это специфические страны, даже, я бы сказала, для некоторых отдыхающих очень специфические страны, вот я, например, была в Китае несколько раз, могу сказать, Гонконг прекрасен, ну, жить я там все равно бы не смогла, ну, тяжело, вот мне среди огромного количества людей, когда, кстати, тоже у нас женщины высокие, да, славятся модельной внешностью многие, там очень маленького роста все, там метр шестьдесят, да, что-то, там метр шестьдесят шесть, что-то такое, и потом надо сказать, что, вы знаете, когда была в Таиланде, я задумалась о том, что молодые, да, они такие, там есть очень привлекательные, а уже более взрослые женщины, они как-то уже такие без фигуры, я прям там таких красоток женщин не встречала уже взрослых, поэтому это все очень на любителя и очень-очень специфически, и не надо думать тоже, что просто некоторые хотят приятно с полезным совместить, приехали, отдохнули, бананы, кокосы, любовь, морковь, и потом уже думают, как продлить этот рай на земле, но рай может оказаться, в общем, не раем, так что надо тоже подумать, да, и все-таки это некая альтернатива, я понимаю, русских мужчин, это альтернатива тому, что наши женщины тоже, можно сказать, уже просто ни в какие рамки не влезают требования и все остальное, да, это и сейчас воспитание такое у женщин русских, что с некоторыми просто даже разговаривать неинтересно, и с учетом еще всех вот, всех остальных минусов, то есть, ну, вообще, как бы отношения не хочется заводить, поэтому это некая альтернатива, но надо иметь в виду то, что за этой альтернативой тоже может скрываться не совсем, не совсем все прям суперудачно, здесь кому как повезет. Ну, и, конечно, надо не забывать, что мы в ответе за то, какое ждет от нас всех с вами будущее. Вот так вот я бы хотела закончить, и спасибо вам большое за внимание, делитесь вашими историями, если они есть по этой теме, и увидимся уже завтра. Пока!